Чуть более часа назад суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-мэру Махачкалы Саиду Амирову. Он получил пожизненный срок за терроризм. Амиров был признан виновным в организации нескольких убийств, в том числе сотрудника следственного комитета. Вместе с ним длительные сроки наказания получили и остальные фигуранты. Детали этого дела и подробности судебного заседания в репортаже Юлии Чумаковой. Высшая мера наказания, пожизненное заключение. Такой приговор вынес в Северокавказский окружной военный суд бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову, его племяннику Юсупу Джапарову, проходившему по делу как сообщник и ближайший помощник Амирова, суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы. Остальные участники преступного сообщества, а это еще 6 человек, получили различные длительные сроки от 10 до 22 лет заключения. По версии следствия, все эти люди причастны к организации нескольких убийств, самым громким из которых стало покушение на Арсена Гаджибекова, начальника следственного отдела по советскому району Махачкалы. Его расстреляли из автомата на пороге дома. Полковник следственного комитета курировал особо тяжкие преступления. В частности, расследовал теракт в Кизляре в 2010 году. У Гаджибекова в производстве было уголовное дело о должностных преступлениях сотрудников администрации Махачкалы, которую, как известно, и возглавлял бывший мэр Махачкалы Саид Амиров. Так вот, будучи недовольным активными следственными действиями Гаджибекова, Амиров заказал его убийство банде, лидером которой являлся помощник прокурора города Кизляра Магомед Абдулгалимов. И вот, разбираясь в обстоятельствах и мотивах этого дерзкого убийства, следователи поняли, что совершено-то оно бандой, а заказчиком является именно Амиров. Саида Амирова задержали как раз по подозрению в организации убийства представителя следственного комитета. К этому спецслужбы готовились как к войсковой операции. Десятки бойцов, бронетехника, вертолет, все знали, что подобраться к Саиду Амирову непросто. Батальон личной охраны, снайперское прикрытие, бронированный джип, он был арестован в кабинете собственного дома. В июне 2013 года сразу этапирован в московский следственный изолятор Лефортова. В ходе расследования всплыли новые факты, подтверждающие причастность Амирова и к подготовке покушения на управляющего республиканским пенсионным фондом Сагида Муртазалиева. По версии следствия, самолет, в котором летел Муртазалиев, планировали сбить с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Затем все это хотели списать на действия боевиков. В громком уголовном деле это был первый доказанный эпизод, за который год назад Амирова уже осудили на 10 лет. Но следствие продолжалось. Объем дела составил 91 том. В суде допрошено более 100 человек, свидетелей, потерпевших по делу, как непосредственно в суде, так и с использованием видеоконференц-связи. Кроме того, судом изучено большое количество вещественных доказательств по делу. Это оружие и боеприпасы. Чтобы выйти на заказчика убийства Арсена Гаджибекова, понадобилось почти 4 года. За это время оперативники задержали еще семерых человек, причастных к этому делу. Сегодня все они были в зале суда. Помимо всего прочего, им инкриминируют теракт в торгово-развлекательном комплексе в Каспийске. Приговор Амиров выслушал молча. Но известно, что свою причастность к преступлениям он отрицает. Юлия Чумакова, Светлана Баркова, Сергей Чеботарев и Виктор Гребенюков. Первый канал. Ростов-на-Дону.